В принципе, на данный момент, на мой взгляд, ООН это классическая коммуникационная площадка, где действительно удобно собраться, донести свой месседж до большинства стран, входящих в международное сообщество и так далее. С точки зрения принятия каких-то фундаментальных решений, сегодня этот орган, к сожалению, не самый эффективный. И ждать от него, что сейчас мы через ООН решим все глобальные проблемы, наверное, не очень правильно. С точки зрения площадки, очень хорошо, что в юбилейный год наш президент едет туда выступать. И поскольку год юбилейный, то у всех, как всегда, ожидание, что сейчас что-то такое произойдет. С другой стороны, сейчас 40 лет ОБСЕ, но пока ничего особенного не произошло. Хотя тоже все ждали, что будет процесс 40+, что как-то ОБСЕ преобразуется, что инъекция в этот полудохлый труп ОБСЕ произойдет. И, значит, организация начнет функционировать и выполнять комплексные задачи по обеспечению европейской безопасности. Поэтому, с одной стороны, не хочется какого-то перегрева. С другой стороны, понятно, что просто так, в общем, как бы Путин туда не поехал. И, с одной стороны, мне кажется, что в его выступлении должно быть два ключевых момента. Первое — это еще раз разъяснить международному сообществу позицию России по ключевым вопросам, которые, в том числе, возникли в последние полтора-два года. Еще раз все наши месседжи ключевые проговорить, и в том числе те, которые он говорил в Минхене, о том, что Россию хочет, чтобы больше принимали во внимание нашу позицию, и о том, что совершенно объяснимы многие наши действия, связанные и с текущей ситуацией и на Украине, и в других частях света и так далее. Очень важно еще раз все эти доступным, понятным языком мировому сообществу месседжи проговорить. Это такая как бы пропагандистская часть. Вторая часть — это часть вот та самая конструктивная. Это действительно должен быть некий набор инициатив, очень конкретных, которые бы отражали позицию России по ключевым вызовам, которые есть. Это иммиграция, о которой сейчас все говорят, это и ИГИЛ, и угроза терроризма, и исламского экстремизма, это и вопросы наркотиков, потому что действительно сейчас недавно, как все, наверное, знаете, опубликовали мудрецы ООН доклад, который призывает к легализации, так сказать, наркотиков, и к открытию этого рынка, и регулированию, так же, как рынок табака и алкоголя. То есть есть целый ряд вопросов, по которым нужно, опять же, четко предложить мировому сообществу российские решения для глобальных вызовов, и попытаться через вот эти предложения начать процесс формирования коалиции. Мне кажется, сейчас вот как раз такое правильное время, и в данном случае можно воспользоваться как раз юбилейностью мероприятий, для того, чтобы начать этот разговор, в том числе о новых правилах игры на международной арене, потому что все, что там было 70 лет назад придумано, многое из этого хорошее, многое из этого надо оставить, но по очень многим вопросам изменилась уже интерпретация, и нам снова надо начинать диалог с международным сообществом, нам все вместе, как миру, по поводу того, как мы интерпретируем те или иные понятия. Потому что в противном случае, если будет недостаток коммуникации, это недопонимание, оно, собственно говоря, ведет к конфликтам, кризисам и так далее. Продолжение следует...